МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 15 августа. В студии работает Андрей Тен. И так, коротко о главных событиях. В нынешнем году в Карагандинской области не ожидается богатого урожая хлеба. Всему виной погода. Массовая уборочная страда начнется после 10 сентября. Почему горят машины? За один вечер в Караганде сгорело две автомашины и один автобус. Специалисты противопожарной службы разбираются в причинах возгорания. В Караганде продолжается реализация программы Туган-Джер. В одном из дворов на улице Язева устанавливается детская площадка и готовится к открытию детский дворовый клуб. А теперь подробнее об этих и других событиях. В нынешнем году в Карагандинской области не ожидается богатого урожая хлеба. Если в прошлом году с одного гектара собрали 14 центнеров зерновых, то нынешней осенью, по прогнозам Управления сельского хозяйства, урожайность составит от 7 до 8 центнеров с гектара. Об этом Акиму Карагандинской области Ерлану Кушанову было доложено в ходе рабочей поездки в крестьянские хозяйства Нуринского района. Готовность крупных крестьянских хозяйств Нуринского района к предстоящей уборочной кампании в ходе объезда оценил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. В первую очередь глава региона осмотрел поля фирмы Кайнар. Здесь ему была продемонстрирована современная зерноуборочная техника. Особое внимание было уделено российским комбайнам. Здесь двигатели мощностью 300 лошадиных сил, 9-кубовые бункеры. Цена по сравнению с Ригими дешевле. Стоит один комбайн 50 миллионов тенге. Директор фирмы Сейджапар Нигметов доложил Аким области, что крестьянское хозяйство Кайнар полностью готово приступить к уборочной кампании. Однако рекордных урожаев в нынешнем году ждать не стоит. И всему виной погода. По оценке Управления сельского хозяйства, урожай на зерновых составит от 7 до 8 центнеров с гектара. В этом году есть дожди у нас. Особенно первые, после посадки, первые полтора месяца вообще дождей не было. Когда они нужны были как раз. Вот поздние дожди прошли, тоже, конечно, помощь. И то не везде. Знаете, вот дожди... То есть влаги не хватало? Да, влаги не хватало. Как в прошлом году нет такой влаги. Ну, а в среднем, если взять последние 15-20 лет, средняя урожайность по крайней скорости – это от 8 до 10 центнеров колебельца. И в этом году мы ожидаем тоже 7-8 гектаров взять. В крестьянском хозяйстве от Канжар высокому гостю показали племенных овец. С руководством хозяйства обсуждались вопросы субсидий и экспорта животноводческой продукции. Сейчас получаем хорошие субсидии от государства. В этом году, первый год, за голову маточного поголовья государство платит по 2,5 тысячи тенге. Раньше платили по полтора тысячи. Затем глава региона посетил семеноводческое хозяйство «Шахтерское». Ерлан Кушанов осмотрел зернохранилище на 26 тонн продукции с подработкой и сушилкой зерна. Его производительность составляет 80 тонн в час. Также им было осмотрено введенное в эксплуатацию в прошлом году здание овощехранилища, оснащенного вентиляцией и климат-контролем. С руководителем компании обсудили обеспеченность карагандинского региона зерном. Сколько топов? Ну, нам 200 тонн в меморандуме подписали на этот год. Потом областной депутат общественного хозяйства установит, на какое время и определит цену, на которую будем эти 200 тонн выпускать. Как раз мы и интервенцию сделаем в то время, когда пойдет удорожание. Начинается в месяц, но в мае. Многие хозяйства, они полностью 100% вывозят за пределы. Мы понимаем, надо на эксплуатацию продавать, это выгодно. Но в то же время, раз мы в области оказываем им помощь, государственную помощь, и учитывать надо и наши интересы. Массовая уборка урожая в этом году начнется после 10 сентября. Областные власти заявили, что аграрии карагандинского региона не испытывают недостатков в технике и горюче-смазочных материалах. К настоящему моменту поставлена первая партия удешевленного дизельного топлива в объеме 4000 тонн. Всего на уборку урожая у нас 14 тысяч литров удешевленного топлива. Это назначено на три месяца поделено. Уже все хозяйства, это уже у нас не первый год весной мы хорошо отработали. И сейчас уже в хозяйствах заключились договора. Техника у нас 100% готова. Готовность техники хватает. Поэтому мы думаем, что если погодные условия будут нам благоприятствовать, в течение максимума 15-20 дней мы уберем весь урожай. Конечными пунктами маршрута стали бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках государственно-частного партнерства в селе Шахтерское. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел в вечернее время в микрорайоне «Восток-5» в Майкудуке. Объятое пламенем транспортное средство попало в объективы видеокамеры очевидцев. Горела маршрутная такси 014. И это не единственный пожар, который вчера произошел с транспортными средствами. По предварительной версии, водитель вез пассажира в автобусе марки «ПАС», когда произошло возгорание проводки. Он съехал на обочину и высадил людей. После чего сам покинул транспортное средство и вызвал на место пожарных. В тушение пожара было задействовано 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время автопредприятие «Манас» разбирается в обстоятельствах случившегося. В микрорайоне «Восток-5», вблизи дома «20», где произошло возгорание маршрутного автобуса марки «ПАС», пожар был локализован 2044 и ликвидирован 2045. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Было задействовано 3 единицы техники и 13 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Кырганинской области. Причины и ущерб пожаров на данный момент устанавливаются. И это был не единственный пожар. Вечером этого же дня в микрорайоне «Голубые пруды» пожарные ликвидировали возгорание автомашины. А ночью тушили два автомобиля в микрорайоне «Гульдар-1». Подозреваемые в браконьерстве задержаны в Кырганинской области. Незаконные охотники убили краснокнижную сайгу и были задержаны на территории Улытаусского района в 700 метрах от села Тересакан. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственная оперативная группа. При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции МПС УВД Улытаусского района совместно с инспекторами предприятия «Охотзоопром» задержана машина марки «УАЗ». Под управлением 24-летнего водителя рядом находился 26-летний пассажир. Оба являются жителями села Тересакан Улытаусского района. При осмотре в салоне автомобиля обнаружена одна туша сайги и нож. Задержанные дали признательные показания. Факт зарегистрирован по статье 337 части 4 Уголовного кодекса «Незаконная охота». Проводится доследственная проверка, назначенные соответствующие экспертизы. Задержанные жители поселка Тересакан в возрасте примерно 24-25 лет дали признательные показания. Данные лица, вещественные доказательства изъяты. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса Республики «Незаконная охота». В настоящее время проводятся доследственные проверки. Согласно программной статье президента страны «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания», особое внимание уделяется нравственно-патриотическому и физическому воспитанию подрастающего поколения. Этому посвящена специальная программа «Туханжер», предусматривающая в том числе установку современных детских площадок. Асель Сазанбаева с подробностями. Президент Ассоциации каратэ, согласно программной статье «Рухани Жангыру», запустил республиканский проект «Каратэ в каждый двор». Так как карагандинский филиал «Каратэ – самый большой по стране», первый пилотный проект был запущен именно в шахтерской столице. По улице Язева расположилась детская площадка, новое футбольное поле с искусственным газоном, а также вскоре закончится строительство небольшого зала, где будут проходить бесплатные тренировки каратэ и йоги. Кроме того, ребятишки из ближайших домов вскоре смогут опробовать новое оборудование «Стритворкаут» для самостоятельных занятий спортом. Вся проблема в том, что сейчас у нас в Казахстане, в Караганде непосредственно самая большая проблема – это отвезти ребенка на тренировку, особенно матери, у которых трое детей, а муж на работе, поэтому дети не могут заниматься спортом. А здесь проблема решается на корню, ребенок выходит во двор, занимается спортом и заходит обратно. Весной планируем еще три площадки запустить. Сейчас очень плотно ведем переговоры с нашим руководством, с Акиматом города. И планируем еще три площадки после открытия. Открытие этого объекта планируется 15 сентября. Александр Жижин живет в доме номер 13 по улице Язева на протяжении 30 лет. Пенсионер считает, что именно такие поступки воспитывают в подрастающем поколении любовь к спорту. Сам Александр воспитывает внуков, которые частенько приезжают на выходные. Младший, говорит Александр Жижин, уже успели поиграть на новой детской площадке и получили массу позитивных эмоций. Вообще жильцы благодарны, что ребята взялись за это дело и площадку благоустроить, как говорится, и заняться чем будет. Ну, будет приезжать, конечно. Такая уже младшая была, говорит, хорошая площадка. Новая здоровительная детская площадка и дворовый клуб полностью будут сданы в эксплуатацию 15 сентября. Позже планируется запустить еще три таких комплекса. Вскоре горожане смогут бесплатно посещать секции каратэ и занятия йогой. А ребятишки порезвиться на новой детской площадке. Асель Созамбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Подробнее ознакомиться с жизнью заключенных и бытом народа в годы политических репрессий карагандинцы смогут посетив выставку под названием «И боль, и скольк народа в памяти моей». Стартовала очередная неделя музеев, и свои экспонаты представил Музей памяти жертв политических репрессий поселка Доленко. Более ста экспонатов расположили в стенах областного историко-краевического музея. Все это организовано в рамках программы «Туганжер». В годы сталинского режима политическим репрессиям подверглись многие общественные и государственные деятели, представители различных социальных слоев населения. Кроме того, целые народы и этнические группы были насильственно депортированы из мест постоянного проживания. Именно об этом рассказывается на выставке Долинского музея. И, конечно, будет раскрыта тема именно в Музее памяти жертв политических репрессий, который был создан по поручению президента в 2001 году. На сегодняшний день в музее информация представлена с 2009 до 2018 по 1986 год. Ну, наиболее широко, конечно, раскрыта тема именно связана с карагандистскими лагерями. Инсталляция была сделана с участием научных сотрудников музея, тех же самых экскурсоводов. То есть все сделано было именно своими руками. Кроме того, посетив выставку, горожане увидят восковые фигуры, некоторые исторические документы и материалы. Посетители также смогут проникнуться вглубь истории политических репрессий и депортации народов. На специальных стендах размещены фотографии, с помощью которых посетители смогут подробнее узнать о музее Карлага. Я думаю, что не у многих карагандинцев была возможность посетить Долинский музей. Поэтому сегодня, побывав здесь, в нашем краеведческом музее, можно, скажем так, посетить его на передвижке. Очень много информации, документальных материалов. Особенно мне, допустим, понравились фотографии наших замечательных прославленных людей, которые и художники, и ученые прославили наш край, в соответствии прославили весь ученый мир и художественный мир Советского Союза, которые отдали большую часть или часть своей жизни нашему краю. Выставка богата и на документальные материалы, и на видеоматериалы, макеты. По мнению горожан, выставка очень впечатлила, и некоторые собираются прийти еще раз. Сбор информации и экспонатов занял долгое время. Следует отметить, что в Караганду удалось привезти лишь малую часть. Но это никак не помешает посетителям узнать подробно о жизни в годы политических репрессий. Асель Сазамбаева, Тулеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганду посетила команда специалистов – картограф, топограф, геодезист и 3D-оператор, которые намерены запечатлеть самые знаменитые достопримечательности нашей области. Сейчас они работают над созданием сразу двух карт – культурно-исторической и туристической. Начальный бюджет проекта – 15 миллионов тенге. Составители необычной карты рассказали о целях своего визита в Карагандинскую область. Данный проект стал возможным благодаря программной статье президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В стране отсутствуют карты культурной и туристической привлекательности, на которых были бы отображены уникальные объекты наследия народа и туристическая привлекательность Казахстана. Это и стало причиной, по которой научно-исследовательский институт культуры взялся за работу сразу над несколькими проектами. Первый – это карта локализации историко-культурных объектов и мест паломничества с отображением исторических фактов, мифов и легенд. На нее планируется внести все историко-культурные объекты Казахстана. Второй проект – виртуальная культурно-туристическая карта привлекательности страны. «А одна карта, я еще раз, карта локализации будет настенная, там 3-5 провисовки, условно, знаков. И она будет, карта локализации, отмещена на 10 метров. То есть через компьютер можете пройти на стену на 10 метров, это будет увеличивать на 5-7 метров. Можете в музеях или на улице на точке показывать через диск, через флешку. Вторая карта будет виртуальная, она будет и на специальном сайте, и разрешается сбрасываться по специальной программе отработки на карту Google. Кто сбрасывает, там есть много некачественных средств, а у нас будет очень качественная работа будет на карте Google». Изначально на историко-культурную карту планировалось нанести 400 объектов, а на туристическую – 450, в том числе 27 из Центрального Казахстана. Однако специалисты отмечают, что на деле объектов оказывается больше. Во время экспедиции открывается много интересных мест, о которых знают только местные жители. «Мы уже направили в направление культуры, 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 культуры. На этот музей находится документ, где мы просим оказать содействие, потому что это ваша регион, чтобы вы могли дать свои предложения, сказания, мифы, легенды, может быть, какой-то исторический стат, как он неизвестный. Можете свободно делать, потому что мы должны подойти официально, в том числе, скажем, на руки, говоря, или, допустим, где-то исследовали в архиве, допустим, в России, так сказать, или есть». Стоит отметить, что виртуальные карты историко-культурного наследия и видов туризма Казахстана с 3D-фотографиями, видеозаписями, паспортами объектов будут готовы к 2019 году и размещены на карте в системе Google. В нашем регионе участники экспедиции пробудут 8 дней, затем отправятся в Павлодарскую область. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Пресс-служба компании «Караганды-Су» распространила информацию о том, что 16 августа в Майкудуке и Пришахтинске будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на третьем водоводе. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды во многие районы. Жителям рекомендуется иметь суточный запас питьевой воды. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском. И вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова